Подкаст про скучных, депрессивных, недовольных жизнью, нелюбящих путешествовать, свою работу, семью, друзей и жизнь людей. Тогда у меня возникла прекрасная идея стать бомжом. Прекрасная идея, поддерживаю. Я в этот момент просто подумала, yes! Профессионал. Да. Ну, можем курсы открывать. Я надела на себя абсолютно все, что я смогла на себя надеть. У меня было двое штанов, три юбки и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Какие мы молодцы! Не говори. Привет, меня зовут Ася. А меня зовут Нюся. И мы подкаст «Одна моя подружка». Мы здесь обсуждаем совершенно разные вещи, разговариваем о всем, что нам интересно, обсуждаем наших друзей и подруг, и главное, мы делаем это с дико позитивным настроем, потому что мы очень позитивно относимся к жизни, и любую тему мы рассматриваем только в позитивном ключе. Мы редкие люди в этом мире, которые реально любят жизнь, ею довольны, и при этом не осуждают тех людей, которые ею недовольны. И, в принципе, верим, что и такой подход тоже возможен. А на самом деле мы просто болтаем и не хотим ничем вас грузить. Вот. И сегодня у нас прекрасная, очень не грузящая никого тема. Ну, как сказать вообще, может быть, сегодня и грузящая кого-нибудь, но это тема путешествия. Вот мы с Асей очень любим путешествовать. Да, у нас вообще проблемы, мы поняли с темами, потому что на самом деле каждый раз, когда мы выбираем тему, нам кажется, что вот это самая классная тема, потому что, ну, про путешествия можно разговаривать бесконечно, точно так же, как про все темы, про которые мы собираемся и дальше разговаривать. Абсолютно. От этого вообще выбор тем, на самом деле, кажется чудовищным, потому что тебе хочется как-то рассказать 15 минут, коротенечко про что-нибудь, а потом ты начинаешь погружаться в какую-нибудь тему, и ты думаешь, господи, и это я обожаю, и то я обожаю. Вот сегодня на запись нашего подкаста про путешествия я пришла с походным рюкзаком и пенкой, потому что я после этого отправлюсь ночевать в лес. Вот так я люблю путешествия. Да, жизнь Нюси – это путешествия. И сегодня мы хотим поговорить не только о наших путешествиях и о путешествиях наших друзей и подруг, но и о том, зачем люди вообще путешествуют, потому что причин, на самом деле, великое множество, и у всех они разные. Нет, но при этом, в принципе, есть люди, которые путешествовать не любят. Ну, о них мы даже не будем сегодня говорить. Тема другого подкаста. Это правда, да. Это у нас обязательно будет однажды подкаст про... Скучных, депрессивных, недовольных жизнью, не любящих путешествовать, свою работу, семью, друзей и жизнь людей. Не, ну я бы, конечно, так прям жёстко, наверное, не рубила с плеча, а просто людей, которые не похожи на нас. Это они есть. Может быть, нет, почему? Они вполне могут быть себе нормальными, весёлыми людьми, которые не любят свою работу, не любят путешествия. Ну, например, любят что-нибудь другое, интересное своё. Телевизор смотреть по вечерам, например. Ну а что, я знаю таких людей, и вполне хорошо к ним отношусь. Например, кстати, моя мама, например, не любит путешествовать реально. Вот. И мы с ней говорили, у неё было достаточно много причин. Почему? Потому что это её нервирует, её вполне устраивает, как бы, её жизнь. Поэтому, в принципе, нет, если вы не любите путешествовать, я лично не считаю вас скучным. Вот Ася, может быть, считает. Потому что мне кажется, что ничего на самом деле лучше и ничего вообще круче в жизни нет, чем путешествия, чем разные точки на карте. Мир, который дико многообразен, и чем больше ты ездишь, тем больше ты понимаешь, насколько на самом деле в рамках нашего мира существует множество совершенно непохожих на наши миров. И это, мне кажется, невероятные какие-то ощущения несравнимые ни с покупкой новых шмоток, ни с походами в ресторан, кино. Ну, ни с чем у меня. Это не сравнится ни с чем просто. Да, на самом деле, мне кажется, что, несмотря на то, что я пришла на запись подкаста с пенкой и рюкзаком, что ты, на самом деле, даже больше, чем я, любишь путешествовать. Поэтому просто меня не позвали в лес сегодня. Нет, я знаю, что ты бы отказалась, ты бы отказалась. Ты не хочешь в лес. Ты хочешь куда-нибудь в другое место. Ну, давай, для чего, собственно, люди путешествуют? Это крайне интересный вопрос. Причем люди путешествуют... Я читала тут, знаешь что, не так давно, книжку путешествий Марка Пола. И вот тогда уже люди путешествовали. Это было, знаешь, очень давно. И они путешествовали десятилетиями от одной страны к другой. Вот тогда еще люди путешествовали. Ну, так вот для чего? У меня есть друг, с которым я сегодня как раз специально поговорила о путешествиях, который очень ответственно готовится к путешествиям как раз по поводу Марка Пола и всех остальных. Он мне рассказывал, что перед тем, как поехать на Северный Пол, он прочитал практически всю существующую литературу о Северном Полюсе. Он вдохновился людьми, которые пытались попасть на Северный Полюс и умирали пачками, потому что, в принципе, это было довольно сложно. Все эти экспедиции не доходили. И как бы с этим диким багажом знаний он поехал. И на эти как бы синие льдинки, которые, в принципе, можно приехать и просто снимать в Инстаграм, это невероятная красота. Для этого совершенно не должно быть никакого бэкграунда. Но вот ему, для того, чтобы он действительно мог путешествовать и получить, как ему кажется, на 100% что-то от места, в котором он бывает, очень важно понимать как бы культурные особенности, исторические особенности, географические особенности этого места, понимать про людей, которые были, или есть про еду местную, если это есть. И вот только с таким условным багажом знаний он ездит в любые места, в которые он ездит. Слушай, ну это на самом деле, мне кажется, классно, конечно, очень. Потому что я, мне кажется, практически никогда... Ну, в смысле, у меня бывают моменты, когда я внезапно хочу узнать о том месте, где я нахожусь побольше, и я действительно начинаю узнавать. Вот. Но вообще, честно говоря, я 100% путешествую не ради какого-то... Культуры. Ну да, не ради культуры, в том смысле, что мне как бы... Я с огромным удовольствием поеду, я не знаю, в какой-нибудь исторический город или в какое-нибудь историческое место, и буду узнавать о том, что там было и так далее. Но, в принципе, я с той же примерно радостью поеду в какое-нибудь место, у которого никакой культурной подоплеки нет. Включая, я не знаю, лес в Подмосковье, в который я сегодня направляюсь, или, я не знаю, город где-нибудь, в котором... Один музей, там три картины. Вот. Вот, можно было бы изучить заранее. Но нет, я тоже так не делаю, на самом деле. И мне кажется, что большинство людей как раз так не делают, а приезжают и как бы с чистого листа получают что-то, что они хотят получить. И на самом деле, действительно, все хотят получить разное. Кто-то ездит просто отдохнуть, потому что он задолбался дома. Ему хочется вот этот all-inclusive эволюции, ничего не делать, чтобы его четыре раза кормили. Ему, в принципе, нет дела никаких достопримечательностей. Кто-то ездит смотреть на природу. И я, например, поняла и тоже сделала опрос разных своих друзей и поняла, что на самом деле люди, которые в 20, не знаю, 25, может быть, в каком-то еще возрасте ездили и смотрели на красивую архитектуру, Гауди, не знаю еще что, постройки и бесконечная вот эта красота, созданная людьми, теперь все практически переходят, как бы приходят к тому, что на самом деле им гораздо круче на природе, им гораздо круче ездить куда-то, где есть просто невероятные горы, водопады, ущелья, камни, пустыни. И от этого ты получаешь гораздо больше какой-то энергии. Я, например, реально, у меня иногда просто, ну не знаю, до какой-то эйфории. Я совершенно помешана на красивых видах. Мне просто нехорошо-то, насколько это круто. И мне никакая, конечно, архитектура, никаких города уже не нужны давно. Да, я помню, когда первый раз оказалась в горах, у меня было просто ощущение, что у меня было какое-то, я не знаю, ну ничего на меня не производило такого впечатления, как гора. Вот, и я все дико мечтаю в горы залезть. Но неудачно вышла замуж, к сожалению. Возможно, когда-нибудь это изменится, и ты увидишь горы. В принципе, мы все надеемся. Я прямо очень надеюсь. Арик, привет. Но с всякими оккультуриваниями у меня тоже была одна подружка, у которой мама очень крутой искусствовед, и они всю жизнь как раз ездят, вот как бы, они ездят на всякие мировые выставки, они ездят во всякие разные места. Вот, и в какой-то момент они приехали, и они приехали в Грецию, в Афины, вот, где, значит, у моей подружки начался ужасный конъюнктивит. У нее дико болели глаза, и она не могла посмотреть вообще ни на что, потому что ее страшно ослеплял вот белый свет от этих камней, вот, и просто, в общем, вся культурная программа ухнула в бездну, вот. Но при этом она тоже как бы потом уже, когда все прошло, да, некое удовольствие получила. Посмотрела картинки. Смотрела картинки, да. Вот, но мне потому что кажется, что на самом деле ты, конечно, можешь почувствовать... Короче, мне кажется, что в путешествиях на самом деле главное не то, что ты увидел, потому что увидеть ты можешь, ну, на самом деле, и как-то иначе сейчас особенно есть эти, я не знаю, все эти 3D-путешествия по музеям и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, очень классно увидеть что-то вживую, я абсолютно поддерживаю это. Но, в принципе, конечно, как мне кажется, главное это все-таки некий экспириенс, который ты получаешь, некий, ну, чувство, какое-то яркое чувство, которое ты от этого получаешь. И это может быть действительно какое-то освобождение от твоей жизни, прошлой, которая осталась у тебя где-то там. Это может быть, я не знаю, какие-то классные приключения, которые с тобой не могли произойти где-то в другом месте. Я очень люблю нашу с тобой историю, как мы залезли на столбы. Вот мы с Асей, значит, ездили в Красноярск, и мы ездили туда по работе на книжную ярмарку в Красноярске. Гениальная книжная ярмарка. Но у нас было очень мало времени, а из-за перелета там еще сжирается, по-моему, ночь одна сжирается. И так получилось, что, в общем, короче, мы не спали совершенно, но так как нам было очень важно получить экспириенс и получить ощущение, мы решили залезть на главную достопримечательность Красноярска. На столбы, они так и называются, столбы. Это типа гор как раз, которые я так люблю. И мы с Асей приехали и думали, сейчас мы быстренько поднимемся на подъемнике вверх, а потом быстренько спустимся вниз, и все будет в порядке. Но мы приезжаем, и нам говорят, знаете, подъемник не работает. Сегодня какой-то понедельник или вторник, или там какой-то день, значит, выходной. И мы говорим, ну что ж мы? Что ж мы, слабаки, что ли? Сейчас мы сами залезем в эти горы, они невысокие. И, значит, Ася в кроссовках на таких очень больших платформах, я в каких-то, значит, крайне неудобных гриндарах, мы практически по полуотвесной скале 4 часа поднимаемся на столбы, вот, потом еле-еле оттуда съезжаем. Нет, а потом мы залезли, когда на столбы, нам сказали, а, кстати, до столбов теперь 11 километров по прямой. И мы уже не пошли на столбы, потому что нам работать надо было. И мы действительно просто съехали вниз. Да, мы просто реально съехали, вот прям в прямом смысле мы съехали вниз, потому что как бы иначе мы никак не могли спуститься, мы не могли шагать, поэтому то, что это была осень, и было очень скользко, а потом мы приехали в нашу гостиницу, и нам сказали, а, ну это хорошо, что вы медведей не встретили. Да-да-да, потому что они не спят сейчас. Вот. Так что, в общем, всякое бывает в путешествиях. Да, и вообще, ну, действительно, мы в этом смысле с Ньюсей, может быть, отличаемся, может быть, и нет. Нам важно, но не всегда, но вообще очень важно, чтобы путешествие было приключением, конечно. Поэтому, например, я так люблю путешествовать на машине и практически отказался от самолётов. Самолёты только туда, куда ты не доедешь на машине. А в любое место, куда можно доехать на машине, конечно, надо ехать на машине, потому что, во-первых, это возможность заехать в такие места, в которые ты не попадёшь, ни на каком поезде, автобусе и самолёте. Во-вторых, это возможность принадлежать только себе и строить любой маршрут, останавливаться, где ты хочешь, делать всё, что ты хочешь. И это действительно, ну, в общем, адски важно. Я совершенно не могу без этого. И поэтому постоянно придумываю какие-то разные места, разные маршруты в путешествии на машине. Да, я вот ровно ради этого хочу получить права. Реально, только как бы ради этого, на самом деле. То есть я прекрасно понимаю, что, например, в Москве мне машина совершенно не нужна. И вообще, я не знаю, зачем она нужна, кроме того, чтобы ездить в путешествие. Только есть, она для этого и нужна, да. Но ещё, опять же, этот мой друг, с которым я разговаривала про путешествия, который даже лекции про путешествия читает, сказал довольно правильную мысль, что путешествие это практически единственный момент, когда он чувствует себя абсолютно свободным, что в своей взрослой занятой жизни с детьми, тремя работами и какими-то бесконечными проектами и постоянными какими-то мыслями о том, как заработать денег, как заехать к маме, привезти продукты. И вот это всё, какая-то бесконечная бытовая рутина, в которой ты вообще про всё забываешь. Это единственный момент, когда вот ты приезжаешь, и ты действительно абсолютно свободен, ты принадлежишь себе, ты действительно можешь проснуться и решить пойти тебе налево или направо или не ходить, пить, я не знаю, шампанское у сены или побежать, попробовать успеть в какой-нибудь музей и ходить там 4 часа. И никакие как раз бытовые штуки тоже во путешествиях снимаются. И то, что, например, детям, если это поездка с детьми, нельзя дома. И вот эта их вся жизнь размеренная по какому-то графику, она, конечно, полностью меняется в путешествиях, потому что в путешествиях всё можно. И это реально какая-то другая жизнь и такой мир в мире. Да, это абсолютно. Я прямо на 100% согласна. У меня, например, однажды было такое недопутешествие, скажем так, когда я так вышла, что я оказалась в Москве без ключей от дома и без денег вообще, и без связи. И у меня только было как бы это, типа, я так оказалась с 6 часов утра, и мне нужно было дождаться 9 часов вечера, когда один, значит, знакомый чувак меня бы забрал и отвёз к маме в деревню. А мне было лет, не знаю, 14 или 15, ну что-то такое. Вот. И я весь этот день просто прошлялась как бы с бутылкой воды по Москве, спала на набережной и ходила туда-то сюда. И это был потрясающий день. Реально, вот я сейчас вспоминаю, и это один из лучших дней моей жизни. Именно потому что я ощущала себя абсолютно ничем, ни с чем не связанной и абсолютно свободной. Тогда у меня возникла прекрасная идея стать бомжом. Вот. Секрасная идея. Поддерживаю. Никогда не поздно, хочу тебе сказать. Нет, я, к сожалению, не могу, потому что потом я поехала в путешествие с моей мамой, и когда мы с ней как раз ходили по Парижу примерно в таком же состоянии, я ей сказала, мама, а вот знаешь, у меня был такой день, когда я шаталась вот так вот по Москве, и так мне было хорошо. И тогда я подумала, классно было бы быть бомжом. На что мама мне грустно сказала, а ты, а кто меня будет обеспечивать в старости? А где я буду жить? Мой бывший муж говорит тебе. А, ну, кстати, между прочим, у меня теперь есть... А ты подала мне надежду некоторую. Не может, не радовать. Но, кстати, мне кажется, что в этом смысле, в плане свободы, еще очень классно, когда ты путешествуешь в одиночку, в этом смысле. И у меня прям есть подруги, которые любят путешествовать в одиночку. Вот. У меня, правда, это не очень часто было в моей жизни, но это прям, мне кажется, дико классно тоже. Мой брат после землетрясения в Непале потащился туда один, значит, закупив снаряжение, и сказал, что это была лучшая поездка в его жизни, потому что он действительно там был один буквально. Там, в принципе, нормальные люди туда не ездили на протяжении довольно долгого времени, и это как бы невероятные действительно ощущения. И единственное, что меня смущает в поездках одному, что если ты видишь что-нибудь, ну, просто вау, то я все время ловлю себя на мысли, что я хочу это кому-то показать. И в этом смысле мне иногда жалко, что я одна, а не, не знаю, ни с мужем или ни с детьми, ни с братом, ни с подружкой. Тебе хочется разделить, ну, в смысле, эти эмоции. Да, это ужасно. У меня была одна подружка, которая ездила, значит, автостопом по Европе в одиночку. И как бы сначала она должна была поехать с кем-то, а потом в итоге так вышло, что она поехала одна. И она говорит, и вот я доезжаю до Рима, и мне до Рима остается, типа, километр пешком. Я вот вижу, что он передо мной, этот город. И что я преодолела, типа, кучу, там, не знаю, тысяч километров ради этого. Вот. А как бы показать-то мне некому. Вот. И это прям, да, я понимаю. Но я в этом смысле дико люблю эффект попутчика, который у тебя появляется. Да, это правда, да, у меня тоже как. Например, у меня однажды была гениальная совершенно история, когда у меня была пересадка в Варшаве на один день, типа, на полдня даже. Я думала, ну, пойду и буду гулять по Варшаве. Вот. И как бы о чем, ну, прекрасно совершенно. Вот. И у меня при этом как-то совсем не было денег. В общем, все было как-то, ну, не очень весело. Вот. Вот. И вдруг я увидела на улице чувака сильно, очень сильно старше меня он был. Им, наверное, было лет пятьдесят. Вот. Который потерялся в своей карте города. И я ему что-то помогла найти. Ну, не знаю, почему-то у меня это лучше получилось сделать, чем у него. А потом он меня спросил, а вы куда идете? Я говорю, я просто гуляю. Он сказал, давайте просто вместе погуляем. И мы реально, это было гениально абсолютно. Мы гуляли вместе весь день. Он даже меня накормил как старший товарищ. И при этом он это был абсолютно как бы чисто только по-дружески, никак иначе. Вот. И мы прогуляли целый день, поговорили о каких-то дико тонких вещах. Я не знаю, очень вблизились условно. И никогда я больше не знаю, где он, что он. Все. Навеки исчез в моей жизни. Даня, крутая история. Я люблю, если я приезжаю куда-нибудь одна, мне на самом деле тоже нравится, я люблю узнавать у всяких своих друзей и знакомых, кто там живет в этом месте, чтобы меня знакомили с незнакомыми пока людьми. Потому что это тоже совершенно новый опыт. Особенно если это люди, которые не приехали, а живут в этом месте. Там я так ездила в Лондон. То они, конечно, могут провести невероятные экскурсии. Они показывают какой-то свой Лондон. И это не Биг Бен, а вообще какие-то вещи только им понятные. Какие-то штуки, которые ты действительно никогда не встретишь, приехав как турист. Поэтому я очень люблю встречаться с людьми, которые как-то мне могут показать свою страну. И заодно знакомиться с новыми людьми. Мне тоже нравится. Извините. Какие мы молодцы! Не говори. Слушай, ну ты в этом смысле вообще, я считаю, дикий лайфхакер. Я очень на тебя смотрю с большим уважением. Потому что как-то я куда-то ехала, и там были какие-то то ли знакомые, которые... Я не помню. И ты мне сказала, как? А я всегда стараюсь познакомиться с людьми во всех местах. Вот. Чтобы если что, когда я поеду, я могла бы у них остановиться. Да, ровно так и делаю. Я ровно. Я так проехала реально пол-Европы, потому что у меня просто почти везде теперь есть люди, у которых я могу остаться ночевать. И поэтому это действительно очень удешевляет мою поездку. И это переводит нас к нашей следующей теме. Как путешествовать нищебродом? Извините. Эта тема для меня лично очень важная и очень актуальная. На самом деле, тут история такая, что мне кажется, когда ты молодой и полной силы и энергии, ты на самом деле можешь путешествовать как угодно. Например, мы ездили с моей подружкой в Польшу на автобусе... А, не в Польшу. В Польшу мы ездили со школой, а с подружкой мы потом поехали в Париж и в Амстердам на автобусах. И это, в смысле, сейчас бы я это точно не повторила. Это какая-то бесконечная, жуткая совершенно была история. Мы ехали до Германии с людьми, которые ехали на ПМЖ и не в Берлин, а в какие-то далёкие города Германии. И мы все приезжали в Берлин. Это были бабушки с тюками. Ты в этом автобусе не мог продраться через какие-то бесконечные чемоданы, потому что это евреи, которые перевозят всё своё за много поколений имущество наконец-то на практически святую землю европейскую. И как бы с ними, на самом деле, ехать можно только, когда тебе 18 или 17 лет, и тебе абсолютно как бы всё равно, и при этом ты ещё мало места занимаешь, у тебя нет своих вещей. Поэтому это тоже, ну, как бы вот, юные, ничем не обременённые, конечно, должны путешествовать на всяких автобусах, перекладных, поездах, вот этих изи-джетах. Да, ну это вот прям абсолютно мой вариант. У меня был прекрасный, прекрасный, как и все нищеброды, я, естественно, летаю, добавлю, как и все юные нищеброды. Я летаю, конечно, рейсами Победы, вот, у которых всегда дикая проблема с багажом. То есть тебя могут завернуть или заставить тебя доплачивать, если у тебя перевес хотя бы там на 2 грамма. Вот. Причём доплачивать, ну, как бы конкретно, учитывая то, какой дешёвый ты билет покупаешь, ты, не знаю, можешь заплатить типа 30% от этого билета. Вот. И в какой-то момент я после очень долгого путешествия, где мы там где-то стояли с палатками, потом гуляли по каким-то городам, ещё были у каких-то друзей в гостях, мы возвращались как раз с рейсом Победы, и у нас было два походных рюкзака, на которые как бы вот ровно мы за них заплатили. И перевеса не должно было быть ни на грамм. Вот. А так как мы, естественно, накупили кучу какого-то, какого-то фигни везде, то я всю одежду, вот ровно как в, если вы смотрели Джармуша «Таинственный поезд», там в какой-то момент эта японка начинает надевать на себя все футболки, вот ровно так я и сделала. Я надела на себя абсолютно всё, что я смогла на себя надеть. У меня было двое штанов, три юбки и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И в самый последний момент уже, когда я стояла в очереди, я думаю, так, подождите, что-то ещё я могу достать? И думаю, а, да, конечно, наушники. Я достаю значит из этого рюкзака наушники, цепляю их на себя, ставлю его на весы, и там получается ровно того значения, которое должно получиться. И я в этот момент просто подумала «Ессс!» Профессионал. Да. Ну, можем курсы открывать. Конечно. И, конечно, у меня есть, как лайфхак для нищебродов, есть гениальный совершенно сайт в Андроуке, вот, который я обожаю, и на который ты заходишь, и там действительно куча, типа, вот этих вот супер дешёвых билетов. Я вот так ездила за три тысячи в, типа, Таллинн в прошлом году. Прям очень классно. Да. А для нищебродов, которым жить негде, есть хороший сайт «Каучсерфинг», на котором, на самом деле, ты можешь найти себе кого-то, может быть, не очень симпатичного, зато бесплатно переночевать у него. Это правда, да. Я, кстати, на нём зарегистрирована и ни разу так к себе никого и не пустила почему-то. У меня в смысле были какие-то... И не надо. Нет, я очень хочу. Всё, теперь уже. Поезд ушёл. А ещё есть главный лайфхак, которым мы с Ньюсей воспользовались, это пойти работать в такое место, где ты будешь просто ездить и путешествовать. И мы работаем в детском издательстве. Детское издательство участвует в различных книжных фестивалях и ярмарках. Они проходят в истории с нашим издательством только в России, но зато по всей России. И у нас есть возможность побывать в разных совершенно тоже необычных местах. Вот Ньюсей ездила в Владивосток. Я дико завидую до сих пор. Не могу поверить. Я, честно говоря, поэтому и пошла вместо Ньюси работать, потому что я надеялась, что Владивосток повторится. Но нет. Теперь я жду Байкала. Это ужасно, ужасно. Ну и слушайте, мы напоследок вам хотели сказать последнюю вещь, которая актуальна для всех нас сейчас, для нищебродов, для богатых людей, для всех. Что у нас сейчас всё, конечно, закрыто во время пандемии. И даже одна моя подружка, которая, надеюсь, нас послушает, к сожалению, не смогла поехать в Турцию только что и реально, в общем, потеряла... Ну, я не знаю, чем у неё закончилась история, но я знаю, что она практически потеряла билеты за какие-то огромные деньги. Вот. Очень соболезную всем в этой ситуации. Но на самом деле, ребята, путешествия по России — это огонь. В России миллион очень крутых мест. И сейчас как-то их ещё, мне кажется, вычистили, вы обработали. Я, например, езжу достаточно регулярно во Владимир, и я просто поражаюсь, насколько это красивый город, где поездить, куда сходить, посмотреть что-то. Ну, в смысле, просто гениально. Не были во Владимир и езжайте. Соглашусь, да. Это действительно... Россия реально настолько необъятная тема. И у меня, на самом деле, опять же, я поговорила с разными своими друзьями, и самые у них крутые поездки, и запоминающиеся были поездки автостопом реально через всю Россию. У меня есть несколько друзей, которые доехали до Владивостока как раз. И, честно говоря, с одной стороны, они всем передают нашим слушателям, что они бы не повторили это никогда. Но, на самом деле, когда тебе, не знаю, от 18 до 25, это идеальное, мне кажется, возраст, идеальное время для того, чтобы таким образом путешествовать. И, с одной стороны, в России невероятное количество очень крутых мест. И, действительно, пока ты доберёшься до Владивостока, чего только не увидишь. Но, с другой стороны, конечно, нужно обладать юношеским каким-то смелостью и, как это называется, с безголовостью, чтобы ехать в места, которые... Потому что вы себе даже не представляете, что там происходит глубоко в Сибири. Ну, там, на самом деле, реально страшно. Ну, без бутылки водки, без каких-то людей, которые рядом с тобой, ты не доедешь ни до какого Владивостока. И, в принципе, вот они мне рассказывали, что они спали, когда там, где они спали в разных местах, у них всегда лежал топор под спальником на всякий случай. Так что, в принципе, наша страна может удивить. Не, ну, это, кстати, мне кажется, ещё тоже вопрос какого-то времени, кстати, я сейчас подумала. Но это совсем другая история. Главное, где-то это время застыло и не меняется. Может быть. Ну, в общем, это вопрос, да. Это, мне кажется, прям какая-то отдельная... Меняется ли Россия? Это будет когда-нибудь. Мы, может быть, об этом поговорим. Но, скорее всего, нет, потому что тут как бы мало примеров подружек. Вот. На этом мы хотели закончить. Спасибо вам большое. Путешествуйте в разные места на разное время, на день, два, три часа, сутки в далёкие страны, в близкие страны. Да, на самом деле, да. Вы можете начать вот как я. Просто лес под Москвой, если вам прям совсем не хочется. Просто буквально можете сегодня начать с Нюси. Конечно, да. Вот-вот. Где вы там встречаетесь, скажи? Ну, вот скоро-скоро. Через час. Всё. Спасибо вам, что вы нас послушали. Пока-пока. Я Нюся. Я Ася. И это подкаст «Одна моя подружка». Слушайте нас на Apple подкастах, Яндекс.Музыке и везде, где вы слушаете подкасты. Мы есть везде. Яндекс.Музыке Продолжение следует...